Бизнес в каждое село. В Северном Казахстане начал работу уникальный для страны проект по оказанию информационной поддержки предпринимателям. Теперь как начинающие, так и действующие бизнесмены смогут получить консультацию, не выезжая в районный или областной центр. Как работает проект, расскажет Кристина Горбаченко. Соглашение о сотрудничестве, подписанное в январе на форуме инвесторов между областным акиматом и фондом ДОМУ, показало первые результаты. Сегодня североказахстанцы могут получить онлайн-консультацию по развитию бизнеса и господдержки, не приезжая в Петропавловск. Для этого нужно обратиться в местный центр поддержки предпринимательства или в отделение госпочты. Это будет отдельный компьютер, рядом будут размещены раздаточные материалы по мерам государственной поддержки. Человек пришел на почту, либо в центр поддержки предпринимателей в своем районном центре, ознакомился с какой-то информацией, если у него возникли вопросы, он может соединиться с центром обслуживания предпринимателей и лицом к лицу с менеджером получить необходимую консультацию. Интернет-связь уже работает. В проекте участвуют все районы области. В режиме реального времени можно узнать, как открыть свое дело, кто разработает бизнес-проект, какие процентные ставки при кредитовании через банки и какую поддержку может оказать государство в рамках существующих программ. Все предприниматели, либо начинающие предприниматели, которые хотят начать свой бизнес, они могут набрать через посредством интернета, скайп, даму нижнее подчеркивание СКО, большими буквами на английском языке. В любое время с 9 часов до 6 часов без обеда они могут получить в формате быстрого реагирования, и получить любую консультацию, которая им необходима. Повышать компетенцию предпринимателей сел и малых городов будут четыре стороны. Это управление предпринимательства и туризма, региональные филиалы фонда Дому, палаты предпринимателей и Каспочты. Обязанности каждого координатора проекта прописаны в меморандуме. Договоренности сегодня скрепили подписями. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, Новости МТРК.